Ну, кто опаздывает, тот опаздывает. Мы будем начинать вовремя. Мне почему-то такое, может быть, это напоминание о том, что недавно ушел наш друг на небо Юра Морозов. Это директор, пастор самого большого центра реабилитации в Казахстане. Через него, наверное, около тысячи наркозависимых только прошло в Казахстане. Самый бывший героиновый зависимый, криминальный авторитет, уверовал в зоне. Вот, и я помню, что он как-то рассказывал историю, говорит, у нас в реабилитации на Петровке в 6 утра ровно начиналось молитвенное служение, и там где-то всегда около 100 человек, бывших наркозависимых, бывших бандюк, вот, они вставали, приходили туда к 6, кто-то раньше, кто-то позже. Ну, примерно к 6 все приходили и начинали орать. Ну, вот, я не знаю, ну, вот, по-другому это никак не скажешь. Это просто вот какой-то ор общий такой, это какой-то вот такой громкий какой-то глаз. Возможно, они просто вот так прорывались, по-другому не умели. Вот, ну, и пришел Юра Морозов, пастор, ну, взял микрофон, говорит, а что вы тут орете? Кто-то начал скакать, кто-то начал смеяться, короче, он говорит, вы что, ненормальные, что ли? И вот так вот посудить, если вот сегодня вот так вот мы собираемся очередной раз, я задался вопросом, а не зря ли мы собираемся вообще, да? Ну, вот, есть ли смысл в том, что мы собираемся, поем песни, там, может быть, кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то громко кричит, кто-то тихо молится про себя. Все по-разному. Я вот так скажу, вот так, может быть, на основании тех 30 лет служения, которые я в 95-м году меня рукоположили, в следующем году у меня будет как ювелир пасторский, вот, с 91-го года я верующий человек, и могу так сказать на основании тех лет, в том, что мы собираемся вообще, нет никакого смысла, никакого. В том, что мы поем песни, смеемся или плачем, никакого смысла нет, понимаете, молчим или говорим, или кричим, или начинаем танцевать, смысла нет никакого. Ну, так вот, кто-нибудь зайдет и скажет, что за цирк есть вообще, ну, и он будет прав, дурдом какой-то, ну, вот, ей-богу, там, что-то собрались, и что-то там кричат, что-то смеются, что-то плачет вдруг, кто-то, что-то там бегать начал. И, знаете, есть только одно «но», если бы не Иисус Христос, и это полное оправдание того, что мы собираемся здесь. Вот я, епископ церкви сегодня, да, профессор по церебральным заболеваниям, я прихожу каждое утро уже больше 30 лет в собрание, никогда не пропускаю, что я, идиот. Вот, я понимаю, что, вы знаете, вот Иисус Христос когда-то сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я тружусь, я обременен, я прихожу к Иисусу сегодня. Прихожу для того, чтобы отдать Ему, чтобы положить Его ногам, потому что сам я понимаю глубоко, я не могу, я не могу. Не в состоянии просто, вот это тащите, вот это бремя, просто вот реально, иногда хочется, ну, просто разбежаться и головой о стену, потому что человек это вынести не может. Написано так, без Него мы не можем делать ничего, ничего абсолютно. Я признаю тот факт, что без Иисуса Христа я абсолютно ничто. А Иисус Христос это кто? Это полнота, наполняющая все во всем. Все от Него, все к Нему, и все Им движется и существует. Вот капитулируй сегодня перед Иисусом, скажи, Господь, я без Тебя ничего, ничего не могу, ничего не хочу, не хочу, потому что все это бессмысленно, понимаете? Потому что вот мы приходим к Иисусу, мы отдаем Ему наши бремена, какие-то заботы, успокаиваемся у Его ног, вот как Мария когда-то выбрала для себя благую участь. В этом есть большой смысл, в том плане, что успокоиться. И главный основной критерий, мой сегодня, это прийти в собрание святых и обрести покой во Христе Иисусе, отдать Ему все бремена. И тогда я могу двигаться дальше. Тогда понедельник для меня есть надежда. А если без Иисуса, то я обречен. Каждый из нас обречен. Обречены на суету, это точно. Вот так, суета, суета, все вокруг суета, суета. Никакого смысла нет без Иисуса Христа. Но с Иисусом, скажи, но с Иисусом есть полнота жизни. Он обещал нам жизнь. И жизнь с избытком. Вот моя жизнь, она с избытком. Любой, которая посмотрит на меня, скажет, ну, он живет. Мы постоянно путешествуем по всему миру. Недавно полмира просто вот так облетели, объехали. Там стрельба, подводная охота, там рыба, там что-то, острова какие-то, островитяне. Мяу, змеи, какие-то акулы. Ну и вот это вот все вот так бурлит. Господи, я не успеваю. Понимаете, да? Потому что Иисус. Потому что Иисус глава моей жизни. Глава моей семьи. Глава моего бизнеса. Ему за все слава, честь и было. Давайте мы сегодня встанем. Давайте мы призовьем имя Иисуса. Потому что когда два или три человека приходят ради Иисуса, Иисус уже здесь. И Он уже посреди тебя, посреди твоего сердца. Хвала тебе, всемогущий Бог. Мы признаем тот факт, что без тебя мы ничего не можем. Что ты наш глава. Что ты наш царь. Что ты наш Бог. Что ты и царь царей. И Бог богов. И Господь господствующий. Тебе вся слава. Отдаю все свои заботы. Все свои бремена. Все свои дела. Признаю тот факт, Господь, помоги мне. Без тебя ничего не хочу. Руководи моей жизнью. Руководи моим бизнесом. Руководи моими руками. Смотри через мои глаза. Говори через мои уста. Открой сердце мое, чтобы оно, Господь, слышало всегда твой голос, Господь. Вводи меня по слову Твоему. Как написано? Сохранить путь свой. Написано по слову Твоему, Господь. Мы для этого собираемся. Для того, чтобы пропитаться Твоим словом, Твоим присутствием, Твоим Духом Святым. И вводися, Господь, очень дальше. Только Духом Святым. Тебе за все слава, честь и величие. И мы молились в молитве, согласие. Обрети покой сегодня в твоем сердце. Ради Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа. Потому что Иисус уже сейчас посреди тебя. Он не только здесь. Он посреди тебя. Он не просто так здесь. Он что-то хочет сделать через тебя. Ему вся слава, величие во веки и веков. Во имя Отца и Сына и Святого Духа и Церковь Божия, народ Божий это скажет. Аминь. Аллилуйя. Давайте прославим Господа.